Итак, друзья, сегодня мы с вами проводим 10-й заключительный вебинар из цикла о трудоустройстве людей с инвалидностью в рамках проекта «Неограниченные возможности», направленного на помощь в трудоустройстве, прежде всего, людям с рассеянным склерозом. Но, как мы с вами уже неоднократно говорили, все, что мы рассказываем, оно полезно всем людям, имеющим разные формы инвалидности и тем людям, которые хотят помочь в трудоустройстве людям с инвалидностью, людям с рассеянным склерозом в том числе. Проект реализует Региональная общественная организация «Перспектива» совместно с Межрегиональной общественной организацией инвалидов Московское общество рассеянного склероза и компаниями РОЖ, Хэдхантер и Хэйс. Друзья, я надеюсь, что те предыдущие вебинары, которые у нас с вами прошли, были вам полезны, но сегодня у нас с вами уникальная возможность, реально уникальная возможность пообщаться с теми людьми, которых мы с вами условно называем работодатели. Мы все время о них говорим достаточно условно, где-то там работодатели. Теперь вот они, те самые люди, которые в крупной международной компании принимают решение о том принять или не принять свою чудесную компанию, свой чудесный коллектив того или иного специалиста. Какие критерии у них при этом, что они при этом, собственно говоря, думают и как решают этот вопрос. Поэтому я очень надеюсь, что вы воспользуетесь этой уникальной возможностью и что вы в обязательном порядке в конце зададите им максимальное количество вопросов, потому что такого шанса у вас, возможно, в ближайшее время не будет. Итак, я передаю слово нашим чудесным коллегам из British American Tobacco. Вижу же, уже кто-то у нас есть на связи. Друзья, вы можете начинать свой вебинар. Коллеги, друзья, добрый день. Подтвердите, пожалуйста, кто-нибудь, что слышно. Пока подключилась только я. Меня зовут Ольга Клазман. Я очень надеюсь, что мои коллеги, а именно Валерия Курц и Анна Попова в ближайшее время тоже подключатся. И если подключиться, то мы... Я передаю вам слово, да, потому что сейчас должна была начать моя коллега, но я думаю, что мы начнем коллеги встроиться. Мы представляем с коллегами компанию British American Tobacco. И сегодня мы поговорим про то, как устроиться в компанию и построить свою карьеру. Да, мы не будем говорить четко, конечно, про нашу компанию, да, про трудоустройство компании British American Tobacco. Это будут больше такие общие рекомендации по трудоустройству, по большему такому узнаванию себя. Наши спикеры. Это мы втроем с моими коллегами, которые я очень, правда, надеюсь, что скоро к нам подключатся. Это Анна Попова. Да, она занимается администрированием сотрудников, очень важная такая функция, особенно в большой компании, когда много, опять же, сотрудников, все должно быть очень четко. Валерия курс подбирает, да, занимается подбором персонала. И недавно Валерия переехала в Москву из Беларуси. Внутри компании было такое интересное перемещение. Валерия тоже поделится своим опытом, как человек, который подбирает, да, на что она смотрит и что важно при подборе. Меня, как я уже сказала, зовут Ольга Глазман. Я на данный момент являюсь менеджером по персоналу на фабрике в Петербурге. Руковожу отделом персонала. И когда-то я тоже начинала как рекрутер, то есть с разных сторон смотрела на этот процесс отбора. И, безусловно, сама была кандидатом. Не один раз, да, при трудоустройстве в компанию. И Bridge American Tobacco я с 2015 года. Коллеги, привет, меня слышно? Да. Всё, отлично. Но пока не видно. Не видно? Камера включена? Не видно. Я почему-то тоже не вижу в вашей камере никого. Так. Мы продолжаем. Да, мы продолжим. Меня до сих пор не видно. Просто я бы продолжила тогда рассказывать. Конечно. Так. Итак, прежде всего, хотелось бы рассказать вам немного о нашей компании. В целом, группа Bridge American Tobacco является одной из крупнейших мультикатегорийных компаний в мире. Компания была основана в 1902 году. Сейчас она представлена более чем в 200 странах и является лидером более чем на 55 рынках. С общим количеством сотрудников более 53 тысячи человек. Далее. Если же рассматривать развитие компании в нашей стране, можно отметить, что БАД России – это около 2,5 тысяч сотрудников, работающих в каждом крупном городе страны, от Калининграда до Владивостока. Это 76 региональных офисов и современная фабрика в Санкт-Петербурге. Также сейчас БАД Россия является одним из лидеров российского табачного рынка с долей 23,6% по итогам 2019 года. Также хотелось бы отметить, что British American Tobacco Russia является одним из ведущих работодателей России. Этот статус подтвержден международным сертификатом Top Employer Russia 2019. Итак, сегодня вы познакомитесь с основными этапами, необходимыми перед поиском работы. Как же отбирают кандидатов и что является основными критериями при отборе? Давайте начнем с рассмотрения методов отбора. Прежде всего, это резюме. При помощи резюме работодатель отбирает кандидатов в соответствии с минимальными требованиями, которые для него необходимы. То есть в качестве таких требований могут выступать различные навыки, опыт работы, уровень образования, возраст сотрудника и так далее. Среди других методов можно выделить тестирование. Тестирование используется для оценки способности кандидата анализировать вербальную и числовую информацию. Также компания использует тест на совпадение культурных ценностей компании для того, чтобы оценить, насколько кандидат разделяет ценности организации и будет успешен в ней. Такой тест также применяется у нас в БАД России на некоторые вакансии. Например, менеджер-стажер или различные менеджерские позиции. Подготовиться к таким тестам можно, в принципе, заранее в интернете. Например, вербальные числовые тесты можно найти на сайте TalentQ, CHL-тесты. И если же говорить о тесте на культурные ценности компании, то можно побольше просто почитать о компании, ее миссии, видении и стратегии. И главная рекомендация – это, конечно, всегда оставаться собой. Достаточно распространенным методом и значимым при отборе является также центр оценки. Это групповой отбор участников, который обычно подразделяется на несколько частей. То есть это групповое упражнение, ролевая игра и презентация своего решения. Данный метод полезен тем, что позволяет интегрировать кандидата в максимально приближенную ситуацию к бизнесу и посмотреть, как он будет взаимодействовать с другими участниками, как выстраивает коммуникацию, насколько он активен, инициативен в принятии решений и так далее. Другими методами являются интервью. Они разделяются на типовые и структурированные. Типовые интервью обычно происходят по телефону в виде каких-либо стандартных опросников с базовой информацией. Они используются, например, при отборе кандидатов в колл-центры, где все выполняют примерно одни и те же обязанности. Если же говорить о структурированном интервью, то оно обычно разделено на несколько блоков, которые позволяют составить полноценный портрет кандидата и его готовность занять позицию. И какие же блоки выделяют при интервью? Это опыт, полученный кандидатом. Также это блок вопросов по мотивации, компетенции, вопросы по командному взаимодействию, чтобы понять, насколько кандидат нестандартно мыслит и так далее. И последние методы, которые бы нам хотелось выделить, это достаточно нестандартные методы отбора кандидатов. Первый из них является графология. Это анализ почерка. То есть комплексная методика исследования, которая включает в себя целый ряд параметров. Это размер букв, угол наклона, форма, пробелы, давление ручки. И основная идея этого метода заключается в том, что почерк раскрывает личность человека. Происходит это как осознанно, так и бессознательно. Метод был распространен во французских компаниях в 90-х годах. Также хотелось бы отметить, что в Израиле данную графологическую экспертизу проходят госслужащие. Следующим нестандартным методом отбора кандидатов... Нет, звук у меня не слышно. Коллеги, меня слышно? Нет? Отлично. Следующим нестандартным методом отбора кандидатов является френология. Это связь психики человека и строение поверхности его черепа. То есть целью здесь является изучить зависимость между индивидуальными признаками человеческого черепа и чертами в его характере. Данный метод использовали в небольших азиатских компаниях. И последний метод, который бы хотелось здесь выделить, является астрология. Он используется в небольших частных компаниях, зачастую где руководитель увлекается в астрологии. При этом есть какие-то кейсы, когда с помощью астрологии пытаются дополнительно оценить возможности человека и его способность вписаться в сформированный коллектив. Да, френология. Вот я вижу, тут встает вопрос. Это как раз связь психики человека и строение его черепа. Да, такой нестандартный метод. Итак, переходим дальше. Лера, ты здесь? Передаю тебе слово. Коллеги, пока Лера подключается, я, наверное, небольшой комментарий дам, потому что вижу, что вопросы про то, что мы практикуем, мы практикуем совсем не все методы, про которые сейчас рассказывала моя коллега Анна, конечно же. И, например, ту самую френологию, астрологию, графологию мы, конечно, не практикуем. Мы просто поделились с вами такими нестандартными методами, чтобы вы знали, что вообще существует и на чем специализируются некоторые компании, на что обращают внимание. Коллеги, меня слышно? Отреагируйте как-нибудь, коллеги. Слышно? Тогда начинаю. Спасибо за первую часть. Вы уже познакомились с тем, какие методы существуют в принципе. Поддерживаю коллег в том, что мы действительно используем далеко не все методы, и я как раз расскажу про те методы, которые есть у нас и вообще в большинстве крупных компаний. Начнем с интервью. Я думаю, для всех такое мероприятие знакомо. Что... Так, у меня не переключается слайд. Простите. Да, что нужно знать, когда вы готовитесь к интервью. Нужно подготовиться. Готовиться можно и нужно. Я всем это рекомендую делать, потому что вам поможет это избавиться от хотя бы части стресса, потому что интервью – это такое волнительное мероприятие. Когда вы структурированно подойдете к этой встрече, вы можете облегчить, гораздо облегчить себе все дело. Для начала познакомьтесь вообще с компанией. Почитайте о ней в интернете. Есть сейчас различные сайты. Компании часто делают лендинги именно с вакансиями. Есть сайты про продукты, странички в соцсетях. Чем больше вы узнаете о компании, тем легче психологически вам будет начать коммуницировать с представителями этой компании. Второй пункт очень важный – подготовить о себе биографию, рассказ. Понятно, что каждый знает, где он учился, что он проходил, где он работал. Но знаете, в процессе часто бывает такое, что детали мы упускаем. Наш рассказ становится не структурированный, не хронологический. Мы начинаем рассказывать какие-то истории о себе, поэтому важно хотя бы план заранее подготовить, план того, что вы хотели бы рассказать, что хотели бы подчеркнуть, какие важные моменты из своей биографии вы считаете нужным рассказать работодателю. И третий пункт, тоже не менее важный – это вопросы. Важно задавать вопросы. Это показывает вашу заинтересованность вообще в процессе, заинтересованность в работе, проактивность в процессе поиска, потому что таким образом вы проявляете индивидуальный подход, наверное, так корректно сказать, компании. Что можно спрашивать? Если у вас есть по существу какие-то вопросы по функционалу, по компаниям, всегда welcome, пожалуйста. Если вы совсем разобрались, если для вас компания – это уже как открытая книга, вы можете всегда спросить про количество человек в команде, про то, какие обязанности эти люди выполняют, про то, почему открыта вакансия, в конце концов, чего не стоит спрашивать. Лучше не задавать каких-то шуточных вопросов или не уточнять стереотипы, о которых вы услышали где-то в соцсетях, например, или в рекламе, или от друзей, потому что такие вещи не очень хорошо отразятся на вашей репутации. Еще лучше не спрашивать на первой встрече, когда там у вас обеденный перерыв или когда я могу уйти с работы домой. Это вопросы вполне адекватные, но если вас интересует только это, это не лучший знак для работодателя. Итак, подготовиться к интервью, собственно, само интервью. В момент прохождения интервью нужно помнить снова же хронологию событий в своей жизни и желательно хронологично рассказывать про ваш опыт и про вашу учебу. И не забывать об этом обязательно, потому что вы-то свою историю знаете хорошо, и для вас это все понятно. Для человека, который слушает это в первый раз, будет сложно воспринимать информацию, если вы будете перескакивать с факта на факт, вспомните что-то, вернетесь, потом вернетесь обратно, и это, знаете, общую картину смазывает. И вы на слайде видите аббревиатуру STAR, переходя к второму пункту, что нужно, важно помнить в момент прохождения интервью. Сейчас объясню, что это такое. Речь будет идти про примеры, потому что, когда вы рассказываете о своем опыте и о своих каких-то сильных сторонах, важно подтверждать их примерами, как вы проявляете в жизни эти ваши качества. И вот эта аббревиатура STAR поможет в этом. Каждая буква в слове обозначает определенный блок вашего рассказа. Буква S, situation, или ситуация, можно так ее привести, или контекст, это то, собственно, контекст ситуации, как это происходило, где это происходило, какие-то важные вводные, которые слушателю помогут понять, что вообще происходило у вас вокруг. Следующая буква T, task, это может быть проблема, может быть задача, может быть цель какая-то, собственно, все, что важно достигнуть в конце. Буква A, action, это, собственно, те действия, которые вы совершали, как вы поступили в данной ситуации. И буква R, result, и результат, собственно, то, что в конце вы получили. Как это работает на практике? Например, есть у нас в компании такой кейс-чемпионат для студентов, Battle of Minds он называется. И я, например, если хочу рассказать на интервью про то, как я поучаствовала в этом кейс-чемпионате, по методике STAR, как я поступлю. Значит, для начала я скажу, что я участвовала в кейс-чемпионате Battle of Minds. Это контекст, собственно, обстоятельства, в которых будут происходить действия. Следующая часть проблемы. Нам нужно было с командой придумать стартап, разработать стратегию развития продукта и разработать бренд. Проблема, задача тоже понятна. Значит, следующий пункт – это действия. Мы провели анализ рынка, протестировали потребительские предпочтения и разработали план внедрения нового продукта на рынок. Это, собственно, как мы поступили, наши действия. И в конце, в результат, мы успешно защитили нашу презентацию и заняли первое место в конкурсе. Вот результат. И в данной истории прослеживается четко вот эта структура и ваша роль конкретно в этой структуре. Это очень важно, я подчеркну, важно говорить о ваших чертах и ваших сильных сторонах в контексте и с примерами, потому что именно так вы покажете, как именно вы ими обладаете. Потому что очень, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что писать, что вы просто коммуникабельный и амбициозный, и нацеленный на результат, это, конечно, все хорошо, но нужно обязательно это подтверждать и дать понять работодателю, что вы действительно такой, что это не просто красивые слова. Итак, мы прошли интервью, и важная часть, завершающая часть, это обратная связь. Иногда по итогам интервью обратную связь дают сразу, иногда берут какую-то паузу, тем не менее, это в какой-то степени ваша ответственность тоже. Вы можете запрашивать обратную связь, я призываю вас это делать, потому что обратная связь это тот ключик, который вам поможет улучшить себя, улучшить свои качества. То, что вам скажут по итогам интервью, независимо от того, хороший результат у вас получится или вам откажут, это очень ценная информация, которую вы можете использовать, чтобы улучшить свой дальнейший путь в поиске работы. То есть вы узнаете свои ошибки, узнаете, над чем работать и как не допускать их в последующем. Помимо интервью, есть еще такой популярный метод отбора кандидатов, как центр оценки. Его также мы в компании используем часто. Я думаю, что большинство крупных компаний с этим сталкивается и для каких-нибудь групп вакансий он также используется, поэтому рекомендую этим поинтересоваться. Возможно, кто-то из слушателей уже участвовал или знает, что это такое. Не важно, это все равно очень ценно повторять и знать, как это происходит в компаниях разных, потому что обычно наполнение в центре оценки разное, а суть и вообще главная концепция, она схожа. Принципы центра оценки следующие. Это групповая игра, поэтому участников там всегда несколько, как правило, 5-6. Со стороны компании несколько асессоров. Асессоры с английского языка центра оценки это assessment center, вы могли его слышать так, и люди, которые вас оценивают, это асессоры. Их также несколько, и каждый из оценщиков или асессоров наблюдает за конкретными участниками. У каждого асессора есть форма оценки, в этой форме оценки есть конкретные критерии, их много, какие компетенции оценивать, каждая компетенция оценивается некоторыми по определенной шкале, и только суммируя и оценивая всю картину, мы можем ставить общую оценку конкретному участнику. И после центра оценки всегда есть обратная связь. Вообще, как происходит само групповое упражнение? Есть задание, оно одинаковое для всех участников. Вот, допустим, 6 человек у вас, у всех шестерых одинаковый бриф, вначале вам администратор раздает этот бриф, вы садитесь и индивидуально изучаете условия. Первая половина игры происходит молча, каждый участник изучает этот бриф, он изучает детали, знакомится с какой-то статистикой, с фактами, с проблематикой, с легендой компании, кейс может быть вымышленный, может быть настоящий, той компанией, в которую вы подаетесь, но тем не менее это все, нужно в этом разобраться, понять проблему, обязательно обращать внимание на ту задачу, которая перед вами стоит и сформулировать ваше решение этой задачи, может быть, зафиксировать где-то себе на черновике. Этот этап длится обычно минут 20, после чего вы приступаете уже к обсуждению вслух. Обсуждение длится обычно немножко больше, может быть, полчаса или 40 минут в зависимости от заданий. И тут появляется уже ряд сложностей, потому что сколько людей, столько мнений, важно прийти к общему мнению, не нужно бояться высказываться, не нужно забывать про те факты, цифры, которые вы прочитали, они даются не просто так, это важно использовать, важно не забывать задачу. И все это время за вами наблюдают асессоры, они находятся с вами в помещении, но никак не участвуют в обсуждении, с ними коммуницировать тоже не стоит, потому что они вам все равно ничем не помогут, их задача смотреть, оценивать и ни в коем случае не принимать участие и не помогать никому. Последняя часть это представление, представление командного решения или презентация, иногда этот этап есть, иногда его нет, если его нет, то после того, как закончится время на групповое обсуждение, ассессмент-центр объявляется закрытым, вам об этом скажут администраторы или ассессоры и вас отпустят. Если есть, то обязательно это прописывается в брифе, обязательно есть на это определенный тайминг и это выглядит как презентация вашего решения, она может быть совместная, может быть какой-то один делегированный от команды, и развернуто по факту представляется решение, презентация решения проблемы, изложенной в бизнес-кейсе на доске или на флипчарте с помощью тех инструментов, которые вам доступны. Как оценивается центр оценки? Оценивается он многогранно и максимально объективно, потому что базируется на том, оценка базируется на том, что кандидат говорит и делает. Как я уже говорила, ассессоров там несколько, потому что один человек физически не сможет наблюдать за целой командой из шести человек. И каждый наблюдает за одним или за двумя участниками и делает себе пометки, оценивает каждую компетенцию в оценочном бланке, чтобы максимально развернуто и взвешно поставить финальную оценку. последовательно это происходит и критерии оценки естественно едины для всех. Независимо от того, какое решение вы принимаете в рамках игры или независимо от того, какие у вас вводные из внешней жизни, какое у вас резюме, критерии одинаковые для всех участников. И брифы одинаковые, и оценочные банки у ассессоров тоже одинаковые. И решение беспристрастное всегда, и базируется оно на навыках, знаниях, ваших лидерских качествах и сравнивается с теми, которые требуются для выполнения данной работы. Что это означает? Даже если вы получаете отрицательный ответ по итогам центра оценки, это ни в коем случае не означает, что вы какой-то плохой кандидат, что у вас что-то не так со знаниями, или что вы хуже других. Нет, это всего лишь означает то, что ваши навыки, ваши знания не в полной мере отражают ту необходимость, которая на данный момент существует в компании для данной вакансии. Поэтому призываю вас не расстраиваться, а делать какие-то выводы, брать все от этих мероприятий и нести в дальнейшем, идти с этим опытом и с большей уверенностью участвовать в других центрах оценки и уже как опытный игрок в команде лидировать и, возможно, в следующий раз побеждать. Почему вообще компания проводит центры оценки, почему это важно, почему тратится столько времени, потому что это, как правило, пару часов, это целых три человека вас оценивают и надо найти целую группу кандидатов, но это есть свои плюсы. Это позволяет оценить поведенческие реакции, потому что все происходит в условиях приближенных к естественным, оценивается скорость принятия решений по той или причине, потому что вы в реальной ситуации, вы с реальными людьми, вы решаете реальную проблему и, соответственно, рассуждаете тоже, как в жизни. И отражают навыки презентации, это в случае, если у вас есть вот эти последний этап, когда вам нужно презентовать ваши решения, тогда прекрасно вы можете продемонстрировать все свои навыки как навыки презентации, собственно. Советы, чего не нужно делать. Как вы уже, наверное, поняли, не нужно молчать, не нужно говорить только самому или перебивать, потому что оценивается работа в команде также, вы должны возможность давать возможность участникам высказаться. Не нужно раздавать роли, потому что вы такой же участник, вы не администратор, не начальник этим людям, нужно быть частью команды. Считать правильной только свою точку зрения по очевидным причинам тоже не стоит, потому что ваша задача договориться, а не доказать, кто правильней в команде. Грубить другим участникам не нужно в принципе по жизни и на отборе тем более. И предлагать неэтичные решения тоже не стоит. Отбор это не место для каких-то шуток или где вы можете поострить, лучше к этому отнестись серьезно. Если вы получите эту должность, вы потом с коллегами можете с удовольствием поделиться, какие креативные и неординарные решения вам приходили в голову, но не на отборе, пожалуйста. И что нужно делать? Начинайте первым. Избавьте всех от этих неловких минут молчания, когда никто не может стартануть после того, как объявляют этап обсуждения. Вовлекайте неактивных участников дискуссии, потому что люди часто стрессуют, особенно если они участвуют в таком мероприятии первый раз. Не бойтесь предлагать им высказаться, потому что у них тоже могут быть очень ценные мысли. Держать в фокусе основную цель кейса. Вначале я говорила, что обращайте внимание на задачи, это действительно важно, вы можете 20 минут наизусть выучить все цифры, но если вы забудете задачу, с которой вам нужно разобраться, к сожалению, точная информация вам тут не поможет. Следите за временем, это очень важно, больше времени вам не дадут. Будьте активным, берите на себя функции внутри группы, это инициируйте, организуйте, предложите на доске что-то записывать, чем больше инициатива у вас будет, тем лучше для вас же. Аргументируйте каждую точку зрения, не будьте голословным или эмоциональным, все должно быть дипломатично решено. И если с вами соглашаются или вы не согласны с кем-то, опирайтесь на факты, объясняйте, пожалуйста, не забывайте про риски, говорите, как взрослый и опытный бизнесмен, почему для вас это важно и не бойтесь соглашаться с другими людьми, потому что это ни в коем случае не подтверждает то, что вы неправы, это скорее подтверждает вашу готовность гибко мыслить и действовать в интересах бизнеса. По центру оценки все. Я думаю, что каждому из вас придется столкнуться или с интервью, или с центром оценки в своей жизни, вспоминайте наши советы и я думаю, что если будете прислушивать, то будет хорошо. Оля, передаю тебе слово. Спасибо. Теперь меня должно быть слышно, потому что действительно раньше я включала микрофон. Добрый день еще раз. Мы сейчас поговорим о том, как же подготовиться, подготовить именно себя. И первые шаги перед поиском работы. Как и в очень многом, здесь нужно начинать именно с себя. Что это значит? Нужно узнать себя хорошо. Еще раз про себя подумать, задуматься, повспоминать что-то, всерьез задуматься о том, какие у вас именно желания и ценности. Не то, что вам говорят, как надо делать, а именно, чего вы хотите и что для вас является важным. Является важным в работе, является важным в компании, в коллегах, в условиях и так далее. Потому что на данный момент именно и вы ищите работу, а не те, кто вам, например, говорят, что именно нужно. О чем еще нужно задуматься? Конечно же, о своих уже существующих сильных сторонах. о том, в чем вы хороши, о том, что вы уже сейчас умеете и, например, что вы хотели бы освоить и что вам удастся освоить. Обязательно надо подумать о том, чего вы ждете от работодателя. вы ждете какой-то, не знаю, каких-то задач конкретных, неконкретных. Вы ждете каких-то, не знаю, какой-то определенности, стабильности или вы ждете, что у вас будет полная свобода действий. Что вас мотивирует? Обязательно надо понимать, что вам именно нравится делать, что вам доставляет удовольствие, потому что то, что нам доставляет удовольствие в нашей работе, это же нам дает на самом деле силу. Силу и ресурсы на, например, освоение какой-то новой информации или на новые навыки. И, конечно, еще раз напоминаю о ценностях, потому что это, правда, база у каждого из нас. И в отличие от, например, навыков, знаний, да, ценности практически не меняются. И знания мы можем получить, прочитав что-то, умения мы можем отработать, отработав что-то, что-то быстрее, что-то медленнее, но, тем не менее, это все нарабатывается. А ценности это то, что, если мы не рождаемся, по крайней мере, они у нас формируются очень-очень рано, и это является нашей основой. Поэтому их нужно четко понимать и, исходя из наших как раз-таки внутренних ценностей, действовать. Более, так, наверное, структурировано, что ли, себя можно изучить с помощью такой методики карьерной коря. Насколько я понимаю, всем этот тест был выслан заранее. Мы сейчас не будем на нем останавливаться, я имею в виду, на заполнении этого теста. Если кто-то не прошел, то пройдите после, очень, на самом деле, рекомендую. Полезно. Полезно на себя посмотреть с еще такой одной стороны. Может быть, что-то вам откроется и будет очень полезной информацией на будущее. Что помогает понять этот тест? Ваше отношение, наше отношение к виду деятельности, это к задачам, которые вам интересно выполнять, возможностям для развития, нужны они, не нужны. Как мы, еще очень важно, как мы понимаем эти возможности для развития. Что для нас является мотивацией, потому что для кого-то это действительно оплата труда, оплата труда для всех является мотивацией, тут мы не будем спорить, но для кого-то это является основной мотивацией, а для кого-то все-таки есть другие основные, другие доминирующие мотивации. Тогда это могут быть совсем другие формы поощрения, о них мы подробнее поговорим. Мы с вами как раз дальше рассмотрим каждый из этих якорей в отдельности. Конечно, речь пойдет достаточно в утрированной форме, как всегда, когда мы что-то рассматриваем, мы о каких-то очень явных чертах говорим. У вас может быть полностью выражен тот или иной якорь, могут быть какие-то признаки, в любом случае это для нас информация для того, чтобы узнать себя получше. Переходим и по порядку, да? Вообще, что такое карьерный якорь? Это очень, наверное, правильное слово именно якорь. Якорь это то, что нас сдерживает. Якорь это то, что сложно переместить достаточно. Это как раз те самые ценности. Ради чего я это делаю? Ради чего мне прикладывать сейчас эти усилия? Что я хочу получить в итоге? Что мотивирует? И если посмотреть на все эти якоря, то, ну, в общем, есть особенности. И иногда они друг за другом идут, например, такие достаточно явные противоречащие, противоположные точнее якоря. Иногда они настолько противоположные. Абсолютно нормально, если у вас не один, какой-то якорь, а два или даже три. Опять же, для нас такая дополнительная информация о себе. Техника функциональна, он же экспертный. Если у вас этот якорь является ведущим, ведущий, это значит, больше всего баллов вы набрали по тесту или наберете, если будете проходить в будущем, да, то для вас очень важно быть именно экспертом, профессионалом, владеть своей специальностью от и до, постоянно в ней развиваться, узнавать что-то новое. Выходит какая-то вот в вашей зоне ответственности, выходит какая-то новая методика, вам надо обязательно в ней разобраться, причем желательно раньше других, да, потом вы готовы делиться своими знаниями, и для вас такой серьезной мотивацией является то, что вас признают как эксперта, и к вам подходят как эксперту, спрашивают, как лучше поступить вот в этой ситуации, которая в вашей зоне ответственности. Как правило, не очень важно здесь такое карьерное развитие, важно именно профессиональное, быть классным экспертом. Следующий, он как раз такой, наверное, можно сказать, что противоположный, ну, в чем-то противоположный, в чем-то они, конечно, не противоречат друг другу, да, это общее руководство. Если у вас этот якорь является ведущим, то вам интересно именно вот руководить, видеть большую картинку, иметь возможность организовывать, организовывать процессы, организовывать группу людей, распределять обязанности и отвечать за это. Это важно. И при этом, так как здесь важно именно вот как-то руководить процессом и руководить разными людьми, разными группами даже людей, то понятно, что быть экспертом именно в каждом конкретном каком-то направлении просто даже не получится. Здесь важнее видеть такую картинку и управлять этими самыми экспертами. Переходим к следующему. Самостоятельность, независимость. У этих людей, как правило, всегда есть своя точка зрения и такое понимание ценности этой своей точки зрения. если у вас опять же высокие показатели по этому якору, как правило, вам удобнее работать будет с таким вот, чтобы вам поставили цель какую-то, к которой надо прийти, какой-то результат, да, но чтобы у вас обязательно была возможность определять, как же к этой цели прийти, чтобы была возможность там как-то поправлять своим собственным временем, покреативить, принять собственное решение, да, опять же, нести за него ответственность, да, и вот чтобы ценили ваш именно вклад, давали возможность думать, применять новые методы, может быть, иногда и ошибаться, это нормально тоже, да, и так как для вас очень важно такое собственное мнение и возможность делать так, как вам представляется должным, да, то могут быть некоторые проблемы в команде, потому что командная работа предполагает, что мы вот осматриваемся и ценим мнение каждого. Еще раз напоминаю, да, это совсем не значит, что те, у кого сейчас там, например, высокий показатель по этому якорю действительно являются, там, не знаю, не способны работать в команде или нет, нет, это не так, просто нужно на это обращать внимание и об этом задумываться. Идем дальше. Чувство безопасности и стабильности. Люди, у которых высокий этот якорь, такой основной, да, очень ценят безопасность и стабильность, что понятно из названия, что это значит? Это значит, что я хочу понимать, что будет завтра, в идеале не только завтра, но и послезавтра, и через неделю, и через месяц. У меня могут быть, например, не знаю, не супер какие-то такие вот новые задачи все время, но зато у меня, зато я понимаю, что происходит. Я понимаю, вот моя компания, она стабильная, я знаю, что мне нужно делать, я понимаю свои задачи, у меня компания хорошо развивается, я развиваюсь вместе с компанией, да, и, в общем, все такое планомерное, без скачков. Люди с этим якорем могут достаточно хорошо, на самом деле, продвинуться по, и в том числе по карьере, постепенно наращивая экспертизу. Вот здесь очень важно в том, что это вот нет готовности какой-то к супервызовам, к чему-то новому, очень непонятному, а зато есть такая вот лояльность компании, готовность развиваться вместе с компанией и постепенно, постепенно расти. И еще такой важный момент про людей с этим якорем, да, это то, что вот предпочтут не рисковать. Не рисковать и, соответственно, не ошибаться, потому что риск и возможные ошибки это вот противоречит то, что нужна стабильность, противоречит тому, что нужна стабильность. Стремление быть полезным и преданным делу. такие люди всегда хотят быть сопричастными, да, и реализация себя происходит через помощь другим. Помощь, это могут быть там, помощь коллегам, помощь организации в целом. И тут работа должна очень соотноситься с собственными ценностями. Часто это будут какие-то либо там волонтерские организации, фонды и так далее. Это не обязательно так, но если коммерческие организации, то тоже это будет что-то такое, что близко к людям, к помощи, к возможности помогать людям. предпринимательская жилка. Это как раз люди, которым нужны постоянно новые задачи, новые вызовы. Причем они сами могут себе здесь ставить цели и хотят ставить себе цели. Интересно делать что-то новое, что раньше никто не делал. Могут по-другому посмотреть на вещи. не бояться ошибаться вообще, готовы пойти на риск, понимая, что это риск, и понимая, что не каждый риск оборачивается удачей. При этом это для них важнее рискнуть и, возможно, выиграть, сделав что-то совершенно новое, свое, нежели изо дня в день выполнять одну и ту же работу, пусть она стабильная, для них она не стабильная, они назовут ее не стабильностью, а рутиной. То есть такая, наверное, в чем-то противоположность как раз-таки якорю безопасности стабильности. Довольно хорошо работают такие люди в команде, почему? потому что понимают, что если нужно что-то организовать, то, скорее всего, с кем-то. Могут хорошо думать вместе с кем-то, придумывать что-то и реализовывать. Еще один такой интересный очень якорь, это испытание сил в чистом виде, по-английски это challenge, тут постоянно нужны прямо вызовы. Вот если я уже это умею делать, значит, мне не интересно. Я хочу что-то другое, да, что-то новое. Вот никто не может делать, значит, мне интересно, потому что если я смогу, то это вот я получу самый кайф именно в этом будет состоять, что я смог, я смог, я смогла, больше никто не смог, да. И тут действительно очень сильная внутренняя мотивация, потому что именно я себя внутри буду мотивировать и говорить, нет, на самом деле надо лучше, надо еще быстрее, надо было сделать это еще лучше, на другие какие-то вещи посмотреть и так далее. И тут также рутина неинтересна, потому что неинтересна, потому что тут ничего нового, ничего рискованного, ничего придумывать не надо. Стиль жизни. Такие люди, как правило, ищут работу, которая соответствует их стилю жизни. И для них ключевым будет действительно баланс между работой и личной жизнью. В чем здесь очень важно понимать, что именно такой баланс, который им необходим. Для кого-то это будет работа с 9 до 5 или до 6. Да, все остальное время я могу посвящать чему хочу. Для кого-то это будет работа во второй половине дня, потому что мне так удобнее, потому что у меня много всего интересного происходит вне работы, на что мне необходимы ресурсы, и поэтому я так представляю себе баланс между работой и личной жизнью. И знаете, вот про таких людей часто говорят, что душа вне работы, на работе работает, и на самом деле может классно работать, все хорошо, при этом вот именно душой часто не на работе. Коллеги, говорят, что вот один из комментариев, то, что не видно слайды. просьба подтвердить. Да, не видно. Коллеги из фонда, большая просьба тогда помочь, я тогда не подключаюсь. Дальше. Коллеги, я думаю, что на самом деле сейчас достаточно многое зависит от интернета в каждой конкретной квартире, потому что понятно, что нагрузка на него по России в целом сейчас очень серьезная. Думаю, что все-таки это локальные проблемы, раз многие видят. Тем дальше. До того, как пойдем к работе мечты, пара таких, наверное, слов еще заключительных про якоря. Ключевое помнить, что нет плохих или хороших якорей. есть только ваш, да, и только он является верным, ну, или верными, потому что, как правило, их действительно несколько. И, опять же, это один из источников информации, который вам поможет получше себя узнать и подготовиться, соответственно, лучше, опять же, к поиску работы. себя мы узнали, про себя подумали, сформулировали нашу силу, готовы ее использовать, да, теперь пойдем формулировать, чего же мы хотим добиться, да, представим работу мечты. мы все по-разному работаем с информацией, кому-то достаточно, например, подумать, кому-то все-таки лучше записать, и очень многим лучше записать, да, например, вот записать ответы на эти вопросы, которые помогут вам прийти к желаемым. Чем вам интересно заниматься? Вот просто так подумать, повспоминать свою жизнь, свою, может быть, учебу, может быть, работу, что вам именно доставляло удовольствие, потому что, как я уже сказала, это дает силу, даже если это очень сложно и очень много, но если вам это интересно, то у вас будет и лучше получаться, и просто больше, действительно, результаты будут лучше, и дольше вы это сможете делать, большим успехом. Видите ли вы в этой сфере, про которую вы сейчас думаете, через 10 лет? Если видите, то кем примерно? Я думаю, что на самом деле четко сформулировать достаточно сложно. Если можете, здорово. Если не можете четко, но хотя бы задумайтесь, подумайте о том, что было бы интересно, чем бы вам было интересно заниматься через 10 лет. важный момент, да, как я и говорила, мы совершенно не отрицаем, и никто не будет никогда отрицать, что деньги являются важной составляющей работы, и поэтому подумайте, вот это вот работа мечты, насколько она соответствует вашим финансовым, то, что даже ожиданиям, да, но и необходимости, да, насколько она вам поможет, все реализовать. И, конечно, да, безусловно, все мы должны соизмерять работу мечты с возможностями. Мечтать круто, это прекрасно совершенно, да, при этом в какой-то момент нужно вот уже все равно соизмерять мечту с возможностями. я понимаю, что, например, я не знаю, как бы я не хотела быть олимпийской чемпионкой в гимнастике, я ее и не буду, хотя вот, может быть, это и мечта моя. Это все. При этом это, например, не повод вообще об этом не задумываться и не понимать какие-то действия спорта не заниматься. Что же является залогом успешной карьеры? Сейчас, минутку. Есть три сферы, да, это удовольствие, востребованность и компетентность. И только если все они совпадают, то тогда получается, что это действительно такая золотая середина, она же работа мечты, это то, что вы умеете, то, что вам поставляет удовольствие и то, что то, что востребованность за это платят как раз. Иначе это получается, да, вот либо новобранец, да, потому что это необходимо и вам даже приносит это удовольствие, да, но пока вы это не очень умеете, то пока у вас так не получится, у вас пока нет компетентности, вы ее только развиваете, и поэтому понятно, как надо идти к этой самой золотой середине, да. Другое сочетание, когда то, что вы хотите делать, оно и нужно на рынке труда, востребовано, все в порядке, да, и вы это умеете делать, но это неинтересно, вам неинтересно и вам не приносит удовольствие, тогда долго, скорее всего, тоже это не получится делать, потому что, опять же, вам будет сложно откуда-то подпитываться энергией для того, чтобы продолжать этим заниматься. Хобби, да, что это такое, у многих очевидно, что есть хобби, это когда вы это умеете, вы получаете от этого удовольствие, прям можете долго как раз этим заниматься, даже очень хорошо, но это не очень востребовано на рынке труда, тогда это хобби. Если же все совпадает, а именно удовольствие, востребованность и компетентность, то тогда это вот та самая золотая середина. Это совершенно не повод, да, например, забывать о хобби и заниматься только тем, что еще необходимы на рынке труда, просто помнить об этих составляющих, которые вам помогут в итоге найти работу мечты. Коллеги, я вижу, что в чате есть переписка, давайте мы к ней вернемся, если вы не против после переписки к вопросам, после того, как мы закончим уже такую основную часть. Дальше мы переходим уже к такой большой части, от работы мечты, мы сформулировали, мы переходим уже к более конкретно, уже такую сужаем воронку, вот она работа мечты, дальше сужаем воронку, переходим к более конкретной должности. Когда вы именно планируете что-то, вам нужно четко понимать, что от вас требуется на данной вакансии. Нужно понять, обладаете ли вы необходимыми навыками. Опять же, это вот, сделаю здесь отсылку к тому, что говорила Лера, во многом вот этот подготовительный этап, он обеспечивает успешность прохождения этапов отбора. Чем вы лучше подготовитесь, тем, опять же, там, выше вероятность. Чем вы четче будете понимать, в чем именно заключаются задачи, чем вы уже обладаете и что еще необходимо сделать, да, очень четко надо понимать, какие вам обещают условия труда. Может быть, не все понятно, например, из объявления, тут, опять же, вернусь к Лере, не стоит бояться задавать вопросы. Все необходимо понять до принятия решений, да. Легко ли вам выйти из зоны комфорта, да, потому что могут быть такие, могут вам встречаться вакансии, с чем вы еще не работали, при этом, в общем-то, вы подходите, вы подходите по навыкам, и вам интересные задачи, которые описаны, просто вы этим никогда еще не занимались. Вот тут тоже надо задуматься, насколько вы к этому готовы. Наверное, стоит при этом понимать, что всегда, всю жизнь оставаться в зоне комфорта невозможно. Зона комфорта будут встречаться какие-то задачи незнакомые, нам лучше к ним подготовиться и понять про себя, к чему вы действительно сейчас готовы, готовы ли вы учиться, набираться нового опыта, да, и вообще в принципе вкладываться в свое развитие. как правило, это речь идет все-таки о времени, об изменении своего жизненного уклада, потому что в какой-то момент, например, либо на старте работы, либо при подготовке к этой новой работе, действительно необходимо этому уделить очень значительную часть времени и от чего-то может быть отказаться. И на все эти вопросы можете ответить только вы сами. опять же, посидев, подумав, не знаю, раскидывая, да, все за, против, потому что никто не знает вас, лучше вас же самих. Поэтому опять же вернусь к тому, что главная роль у вас и вы этим управляете. Планируйте на будущее обязательно вообще в принципе обязательно помните, что отбор это двусторонний процесс. Да, компания ищет себе сотрудников, открывает вакансию и готова рассмотреть кандидатов. При этом, когда мы ищем работу, мы тоже ведем отбор, да, потому что мы с вами отбираем работодателя, мы с вами думаем, где мы хотим работать, а где мы не хотим работать. Если это не совпадает с нашими ценностями, мы, компания не совпадает, да, не соответствует нашим ценностям, мы совершенно вправе там не работать в этой компании. Да, на самом деле и не получится долго работать, если, опять же, мы не совпадаем, обсудить с работодателем возможности карьерного роста на данной позиции. Если компания честная и говорит вам, что, ну, наверное, рост это не то, что ждет там в ближайшие несколько лет, а вам он необходим, то, наверное, не стоит идти на эту позицию. Вам эта компания, эта позиция не подходит по вашим именно внутренним таким критериям отбора. В принципе, задавайте больше вопросов. Действительно, про обучение. Будьте честны. Задавайте вообще, как уже сказала Лера, да, изучайте про компанию больше изначально, но, опять же, задавайте вопросы. Всегда задавайте вопросы. И честно отвечайте на вопрос, насколько вы действительно хотите работать в этой компании. Если действительно хотите, если вам интересно, если вы готовы вкладывать дополнительные усилия, то тогда стоит идти дальше, конечно. Если же вы сомневаетесь, то стоит еще больше вопросов позадавать. Большинство этих вопросов будет при этом не компания, скорее всего, самому себе. тем менее, до полной уверенности стоит еще узнавать и задавать вопросы. Практически все уже, да? Что важно запомнить? Резюмирую все то, о чем мы с коллегами сегодня говорили. Процесс отбора это неотъемлемая часть трудоустройства в компанию и не самая на самом деле часто приятная. Это стресс, большой стресс для всех, кто устраивается. Как я говорила, я неоднократно была кандидатом устраиваясь на работу. Это непросто, а при этом это дает нам возможность каждый раз что-то для себя узнать. Иногда даже дает нам возможность себя открыть с какой-то другой стороны, на себя посмотреть с другой стороны. И очень рекомендую относиться к вопросу подбора как к такому пути, что ли, когда вы не всегда знаете, что вам встретится по пути, но это будет что-то новое, что-то интересное. И самое интересное, помните, самое главное помните о том, что на самом деле вы выбираете работодателя, и у вас есть такое же право кем-то не заинтересоваться, например. У вас, вы должны запомнить, что ваши ценности имеют значение. Повторюсь, потому что если не совпадают ценности вашей ценности компании, то, скорее всего, вам нужно будет прикладывать слишком много усилий для того, чтобы эффективно работать. Работа должна приносить радость, потому что таким образом приносит не только радость, но и силы, энергию, ресурсы. Помните, что такого огромного успеха сразу добиться наверное сложно. При этом если мы каждый день делаем какой-то шажочек хотя бы в верном направлении, то мы уже приближаемся к этому успеху. Здесь важно не останавливаться и постепенно постепенно идти в выбранном направлении и конечно да, помните, что все в ваших руках. Именно вы управляете своей жизнью, частью которой является конечно работа, карьера. Наверное это все, что мы хотели сегодня рассказать и с удовольствием ответим на вопросы. Коллеги, Лера, Аня, наверное я вас тоже попрошу принять участие. Так, мы идем в вопросы, правильно? Да, вот я вижу, меня слышно, да? Да. Вот вижу первый вопрос, что входит в функции администрирования персонала. Ну, прежде всего я занимаюсь кадровым администрированием, то есть если у сотрудников возникнет вопрос, связанный с заведением отпуска, оплатой труда, учетом рабочего времени, то я обязательно ему подскажу. Это основные аспекты. Также обеспечение документа оборота в компании. И вот, кстати, коллеги, я видела, что задавали вопрос по поводу тестирования и просили сайты скинуть на анализ вербального числового теста. Конкретных сайтов на самом деле очень много, и я сейчас могу написать просто название этих тестов, как они называются, и вы их в принципе в интернете можете найти. Вот я в чат написала для ознакомления. Вячеслав из Санкт-Петербурга вопрос, есть ли в компании квотированные места и есть ли в компании безбарьерная среда. Вячеслав, отвечаю честно, мы продолжаем. У нас много уже сделано с точки зрения безбарьерной среды, при этом мы продолжаем работать и надеюсь, что в ближайшее время мы будем более готовы сказать, что у нас точно есть безбарьерная среда. Квотируем места, да, есть. Так, какие у вас истории с собеседованием с кандидатами? Оля, можно тебя дополнить? Я тут на мюте окружаться была. По поводу мест и вообще возможностей в нашей компании, вы можете, если вы спрашиваете с той целью, чтобы узнать о возможностях нашей компании, вот так сформулировать, вы можете смотреть на вакансии на хэдхантере, в принципе, для того, чтобы трудоустроить, трудоустроиться, не обязательно искать компанию именно с квотами, часто и без квот люди это делают, поэтому, пожалуйста, мы открыты, если у нас есть такие возможности, появляются такие возможности, мы с радостью принимаем любых желающих, поэтому, пожалуйста, следите, интересуйтесь, и, как сказала Оля, мы тоже делаем все, чтобы быть в этом направлении и расширять возможность. Да, спасибо. Так, истории собеседования с презентациями зрячими или неслышащими для пользующихся инвалидным креслом. Павел, на данный момент у нас такого опыта нет в компании. Пожалуй, что все, наверное, что пока могу ответить, мы действительно на пути. Так. Ищу вопросы именно. Там есть графа вопросы. Я в вопросах, просто я среди них тут вот не всегда. Так, какие рекомендации по литературе, документальные, художественные фильмы по теме, а также антистрессовые рекомендации по питанию, упражнениям во время отбора на вакансию. Так, можно я начну? И начну со второй части. антистрессовые рекомендации по питанию, упражнениям отбора на вакансию. Знаете, когда меня спрашивают, как подготовиться, честно, я всегда отвечаю выспаться. потому что ну вообще это в общем-то самое важное. Точно не рекомендую никакие успокоительные петь, несмотря на то, что это стресс, и это точно стресс, потому что у вас будет немножко не та реакция и смысла нет. Успех это не гарантирует, а для здоровья вредно. Какие рекомендации еще? Знаете, на самом деле это очень все такое индивидуальное. Опять же, вернусь к тому, что чем лучше мы знаем сами себя, в том числе свои какие-то реакции на стресс, тем мы лучше умеем ими управлять. Я, например, знаю, что мне перед подготовкой к чему-то необходимо на полчаса час уединиться, просто все прокрутить в голове, просто сосредоточиться, и мне становится спокойно. Кому-то знаю, что необходимо погулять и подышать свежим воздухом как-то так, проветриться. У всех свои какие-то методики, поэтому еще раз рекомендую себя узнавать и использовать эти знания. Лера, что-то добавите? Да, я бы хотела еще такой момент добавить. Я полностью с тобой согласна, поддерживаю вот эту вот идею не принимать никаких вспомогательных препаратов особенно, потому что это часто играет вообще не на руку, и действительно вы показываете себя не таким, как есть на самом деле, и, как правило, не в лучшую сторону. Единственное, что я еще хотела бы добавить, был такой совет однажды от нашего тренера по такой компетенции, как резилинс или стойкость, я думаю, что интервью это тоже довольно стрессовая история, поэтому тут нужна стойкость, и каждый на это реагирует по-разному. Так вот, какой совет? Если вы чувствуете, вы выспались, вот как Оля сказала, выспались, отдохнули, хорошо поели, хорошо позавтракали, и вы уже прямо отправляетесь на интервью, но вы чувствуете, что вас охватывает такая паника, что вас прям перехватывает дух, или у каждого бывает своя какая-то особенная реакция, но просто вы чувствуете, что вы настолько нервничаете, что вы не можете собраться, нужно сделать кратковременное и интенсивное физическое усилие. это может быть самое разное, это может быть постучать руками, это может быть постучать, желательно, чтобы не себе не доставить никакого вреда, там, в ладоши похлопать, или похлопать себе по коленкам, или похлопать себе вот так вот по плечам. Если там есть такая возможность перед тем, как вы пойдете навстречу, например, там, подпрыгнуть или присесть снова же, что вы можете. Можно просто очень сильно сжать кулаки, подержать 10 секунд, повторить это три раза, и у вас мозг работает таким образом, что ваша эмоциональная часть переключается на ту часть, которая отвечает за работу мышц, и вы как бы про стресс этот немножечко забываете, и гормональный вот этот вот фон у вас перестраивается таким образом, что вы становитесь спокойнее. Вот. На мне тоже это проверено, я полностью подтверждаю очень хороший рабочий вариант. Я даже приседала перед интервью тихонечко там за углом на данный один раз, потому что я настолько боялась, что у меня тряслись руки. Первая часть касается литературы, Оля, мы тут не проговорили про это, документальные художественные фильмы по теме. Ну, со своей стороны, вот прям какую-то такую профессиональную литературу я, наверное, не подскажу. Есть работы руководителя хэдхантера, Светлана Иванова, насколько я знаю, ее зовут. Там, скорее, такие советы, которые полезно знать тем, кто ведет интервью. Скорее, вот так. Кандидатам там не очень будет это все прикладное. Просто, я думаю, вам важно себя, self-assessment сделать, себя оценить. Если вас вдохновляют истории успехов, то есть очень много книг и фильмов про это, там, про гигантов, про самые разные индустрии, про IT, про киноиндустрию, про какие-то автоконцерны. Ну, это, снова же, это, скорее, такие вдохновляющие истории, которые, скорее, наверное, исключение, чем правило. И люди там рассказывают про такие истории, очень выдающиеся и которые заслуживают восхищения. Это не значит, конечно, что каждый из нас обязан быть такими, но для общего посредения это интересно знать. Оля, ты знаешь какую-нибудь литературу? Ну, она действительно для тех, кто проводит интервью. Ну, я имею в виду, кроме консантера. Нет, не знаю. Знаете, тут на самом деле я вот единственное, что, наверное, порекомендую не суперувлекаться таким, если, да, историями. не порекомендую читать, например, прямо книгу для специалистов по подбору персонала, да, потому что мы на интервью должны быть в любом случае самими собой. Да, там вот после прочтения такой литературы волей-неволей появится желание как-то не то чтобы понравиться, но, да, соответствовать ожиданиям того, кто проводит интервью. Поэтому какие-то советы, да, оттуда взять можно. И с той презентации, которую мы сегодня рассказывали, углубляться профессионально не думаю, что рекомендовать буду. Да, нас в чате дополнила Ира, Ремир Малаева, это наш чар-директор, она с нами активно участвует в мероприятии относительно литературы. Подготовим список и добавим в презентацию, чтобы у вас была возможность выбрать. Вот, может быть, кроме нас коллеги знают больше каких-то инструментов, которые можно поделиться, вот мы обязательно поделимся тогда. Так, ну что, вопросов вроде больше нет. Если есть какие-то вопросы, есть еще шанс задать, пожалуйста, пишите. Напоминаю, что мы говорили про интервью, про центр оценки, говорили про карьерные якоря, про то, как выбрать профессию, вот, может быть, про компанию, вам что-то интересно, пожалуйста, спрашивайте, мы обязательно все расскажем. Коллеги, да, вот тут вопрос, это Ада подключилась, как получить презентацию, Павел Корнаух нас спрашивает, Павел, есть ответ в чате от Сергея, все наши вебинары в школе, нашей веб-школе, да, перспективской, выкладываются, как только запись вебинара будет готова, она будет вам зарегистрированным участником вебинара придет ссылочка, и вы сможете еще раз посмотреть, еще раз пообщаться с нашими очаровательными девушками и услышать их интересный рассказ. Еще у нас вот часто ребята дают комментарии в чате, вы можете там посмотреть, может быть, какие-то вещи вам вот будут, прокомментируете, например, вот Анна Черней из Магадана, один из наших очень активных участников про адекватность соискателей спрашивает, вот как вы определяете адекватность соискателей и что посоветуете соискателям, чтобы они все-таки адекватными оказались на вашем собеседовании? Спасибо за комментарий. Ну, я скажу, Оля, Аня, дополняйте. То, что я скажу, это отражает мое мнение, исходя из моего опыта вообще в компании, из опыта общения с кандидатами. Адекватность это понятие такое очень растяжимое и любое явление может быть вариантом нормы, поэтому, что для одного адекватность, для другого может быть неадекватность, поэтому тут единого ответа, наверное, нет. Самое важное и, мне кажется, к чему нужно стремиться, это к тому, чтобы вы как раз-таки встретились с той компанией, ценности которой будут резонировать с вашими. Тогда вам покажется, что все адекватно и компании вы тоже, ну, я оперирую по вашей терминологии, и компании вы тоже подойдете как кандидат, потому что у вас вот сойдутся мнения. Если вы не подходите или ценности компании вам не подходят, соответственно, уже будет что-то иначе. Я, наверное, так вижу эту ситуацию. Полностью согласна. или не про это речь. Я просто, может быть, не очень понимаю. Да, Ольга. Ну, я так понимаю, что очень наших соискателей порадовала история помечтать, помечтать о работе мечты, найти работу мечты. Вот, но тут хороший есть комментарий, что мечта должна не отрываться от реальности. По-моему, вы достаточно четко это все проговорили. И вообще, да, огромное вам спасибо, потому что, скажу честно, я сама вроде как считала себя достаточно опытным в этой сфере человеком, но получила очень много интересного, очень полезного и очень так хорошо структурировано вы все изложили. Вот, спасибо, спасибо огромнейшее вам спасибо. Спасибо большое за возможность. Ой, да, мы всегда готовы. Да, я смотрю, идут очень хорошие отзывы, мы с вами этими отзывами тоже поделимся и в скором времени появится новость о нашем вебинаре на нашем сайте и, соответственно, вы тоже сможете послушать себя со стороны, это бывает тогда очень интересно. Спасибо огромное. Ольга, Валерия и Анна, огромнейшее вам спасибо. Друзья, мы завершили наш цикл вебинаров, 10 вебинаров, мы с вами каждый четверг встречались, это было очень приятно и очень радостно, надеюсь, и полезно и для вас, и для нас, и следите за нашими новостями, следите за нашим сайтом, за нашими группами в соцсетях, там будут появляться интересные вакансии, и будет появляться информация о новых наших активностях, вебинарах, мероприятиях, конкурсах и прочих интересных вещах. Приспетива, как всегда, проводит много-много всего и коронавирус нам все равно не помешает. Всего вам доброго, будьте, да, никто не болейте. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое.